Я заплатила, вот у меня чек. Она действительно заплатила за пакет мандаринов. Вот эти продукты нашли потом у нее в сумке. Чека на это у нее нет. Человек же может просто не успеть заплатить. Вот. На улице? Вот точно такой же. Я не на улице была. Уверяет, красть ничего не хотела. Зачем ей это? Ну, короче, просто обвиняют. Если к ней возникли вопросы у сотрудников магазина, то исключительно из-за того, что они ее недопоняли. У меня здесь есть деньги. Зачем мне воровать? У меня здесь с чем-то тысяч. У меня на карте пятерочки есть тысяча бонусов. Сейчас покажу. Зачем мне воровать? Она не отрицает. Все это стоимостью 567 рублей было у нее в сумке. Не скрывает, что не оплачено. Она говорит, что просто отошла на секунду от кассы поговорить по телефону. Нашла самое тихое место, шла к двери вдоль касс. А платить не успела, потому что задержали. Товар положила в сумку от безысходности. Корзинку она взяла, но все, что было нужно, в нее просто не поместилось. Мандарины были в корзинке, а все остальные в сумке, потому что в корзинку не все помешается. А сумку я положила в корзинку. Сотрудники магазина уверяют, задержали ее, когда девушка уже вышла из магазина на улицу. И тут же вызвали группу быстрого реагирования охранного предприятия и полицию. Нужно не успех заплатить. Девушка присоединит товар. У вас здесь, потому что я вышла в корзинку. У меня товар был в сумке, потому что в корзине не хватило места. Но я сказала, что я плачу. Надо было, наверное, платить на страницу. Потому что мне надо было позвонить. Позвонить. Где же можно и там вообще-то. Нет, потому что здесь было очень много. Пролить свет на то, как все было в действительности, были способны только записи с камер наблюдения. Они фиксируют каждый шаг посетителей. Видно, как девушка шла по торговому залу с корзинкой и все складывала в нее. Складываешь, к тому же чебурель нет. Когда взяла все, что нужно, подошла к бытовой химии. Продавцы говорят, отдел не самый проходной. У нее вот чебурельки, вот весь товар, короче, лежит в корзинке. Печет готова. Сейчас она камеру посмотрит сразу, обстановка. Камеру посмотрела. Поворачивает с спиной камеры и начинает аккуратно все складывать. Сейчас уберет чипсы и начинает складывать. Из корзины в сумку. Вот дезодорант в одну в карман. Но она потом его вытащила, все другие, останела на месте. Мандарины она положила в корзинку после этого и пошла на кассу. Кроме мандаринов на кассовой ленте ничего нет. Сумка уже полная. Это товар, которая в сумке, она не выкладывает на кассовую ленту, кроме мандаринов. Вот она выходит, вот она вышла. Мы уже стоим на улице, вот сейчас двери закроются даже. Двери закрылись. Я представился, должность, имя и обратно заходим. После чего она сказала, что, кстати, продукты эти у нее с другого магазина. Судя по записям камер наблюдения, успеть заплатить за все, что взяла девушка, могла. Ее задержали по подозрению в мелком хищении. Закон за подобное предусматривает штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества. Либо административный арест на срок до 15 суток. Либо обязательные работы на срок до 50 часов. Это уже как решит суд. Татьяна Тимошенко, Наиль Абдулин. Вызов 112.